Страна ФМ и Спортэкспресс представляют У нас есть два варианта развития событий эфирных Мы можем начать с хоккея Потому что 1 сентября начинается новый сезон И можем начать с футбола Я прошу прощения, я в хоккее еще ничего не соображаю А в футболе я уже кое-что понимаю Я понимаю, что Акинфеев это ого-го А тут на 45-й минуте мы рассказывали новость Что Акинфеев не вошел в состав Ну Черчесов сообщил состав Новый сборный Во-первых, это товарищеские матчи Я всегда, когда такие игры проходят Жду массовых экспериментов Кого-то позвать нового, посмотреть Уровень Акинфеева известен Я, честно говоря, не в курсе Связано ли это со здоровьем или с какими-то еще причинами Но мы знаем, что это за вратарь Как он сейчас играет, играет неплохо Поэтому если есть какие-то уважительные причины Почему не посмотреть других Например, вратаря Зенита Поэтому Лунио Посмотрим, как он сыграет И вообще, производство относится с товарищеским матчем Так поспокойнее, а то вы знаете У нас народ скоро на расправу Если, не дай бог, мы проиграем Все будет опять плохо Но волне-то успехов, которые были Нет, я все понимаю Там нужен хайп Нужно здорово раскрутить Там пускай Дзюба опять забьет Хотя там еще и за Болотного вызвали Мне не совсем понятно Ну, если человек два хороших матча сыграл за команду Почему не вызвать, да? Пускай посмотрят Мне это не нравится, например Но это лично мне А почему? Ну, просто считаю, что приглашение в сборную надо заслужить Причем заслужить не то, что сыграл два хороших три матча А на протяжении долгого времени Ну, про Заболотного так я, могу сказать, не могу Слушай, ну вот Заболотного вызвали А по Смолу, получается, отозвали Ну, как раз по Смолу я согласен В том плане, что после Чемпионата мира Ну, и во время Чемпионата мира Такая была волна негатива И, конечно, психологически это довольно сложно выдержать Я думаю, что лишний раз Когда еще у всех свяжи в памяти о промах с пенальти Он нечаянно Очень нечаянно Ну, промазал же, не забил Значит, все, виноват Мог бы поехать куда-нибудь там в ФК Таймыр, да? В другие времена Но вот он перешел в локомотив Мне кажется, что сейчас Вот волна вляжется Потом его, конечно, вызовут Тем более, что он так потихонечку адаптируется В локомотиве Гол забил в последнем туре Я думаю, что это один из сильнейших нападающих Несмотря на его такое бледное выступление на Чемпионате мира Я думаю, что будут его вызывать позднее Слушай, ну а если отойти, извини, Лер А если отойти от футбольных дел Как ты думаешь, вот та вот история автомобильно Автомобильно-дорожно-транспортная Как-то могла повлиять на его непризыв в сборную? Ну, это было достаточно давно С тех пор, сколько прошло несколько недель Ну и каждый раз вспоминать, что там где-то Я не думаю, что это как-то влияет Это все-таки не детский сад Когда тебе или школа пришли Там вот в дневнике поставили За поведение 2 А вызовите родителей? Нет А Федора никто родителей не будет вызывать Конечно, эпизод неприятный Я думаю, он не красит игрока Хотя я там вот не помню Он скорость сильно превышал или нет? Ну, по-моему, прилично достаточно, да Конечно, нужно общественное порицание Но у нас ведь происходит не только в спорте Когда люди творят непонятные вещи Ну и мы все такие Ну да, ну да, ну бывает А типа кто не обгонял? Ну слушай, ну пускай он пойдет на картодром На трассу Формулу-1 у нас построили в Сочи Замечательно Там гоняет до посинения Вот, кстати, фиража, там тепло сейчас А, кстати, вот в Сочи даже туристов катают по этой трассе Только очень дорого, поэтому я не каталась там Но трасса есть Могу подтвердить Давайте мы прервемся ненадолго, друзья Продолжается программа «Стране о спорте» Здесь, на телерадиоканале «Страна ФМ» Кстати, если к Михаилу Зислису у вас есть вопросы Вы можете их писать в нашей группе ВКонтакте И специальный пост Он там чуть-чуть пониже, но найти его несложно И плюс 7909-928-189-9 Это наш номер для СМС-сообщений А также для ВОтсапа и Вайбера Звоните, пишите Что значит любила? Мы продолжаем любить спорт Продолжаем любить нашего гостя Михаил Зислис, корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Вот вы мне в тот раз не дали сказать А я все равно спрашивала Вот про эти товарищеские матчи Что это отличный способ посмотреть кого-то нового Вдруг тот сейчас как блеснет, как озарит нас И мы будем тоже его любить так же сильно, как Дзюбу Якинфеева А вот есть какие-то фамилии, которые уже прям сильно подают надежды Вот кто будет на плакатах висеть у молодежи, увлекающейся футболом в ближайшее время? Судя по тому, что происходит сейчас Когда «Зенит» где бы ни играл Особенно если на выезде Там его дожидаются девочки, мальчики и взрослые И все хотят сфотографироваться, взять автограф И, конечно, чемпионат мира тут послужил Таким огромным импульсом для того, чтобы Дзюба стал популярным Он и до этого, скажем так, был незаурядным персонажем Который, скажем так, всегда ярко высказывается, общается Там были у него всякие истории, хорошие и нехорошие Юморит Юморит, да, он такой, всегда у него душа нараспашку Он молодец Для нас, журналистов, приятно, что есть такие открытые, незакомплексованные люди Которые стараются выразить там, не знаю, свои эмоции И все, конечно, мы помним, замечательное было видео Когда он перед серией пенальти настраивал команду То есть он и лидер в раздевалке, это все здорово И такой человек нужен Вот пока везде Дзюба А Кингфиев в меньшей степени, потому что он все-таки более закрытый человек В силу своего характера Но вот пока Дзюба на всех плакатах А кто будет еще, не знаю Вот нужен какой-нибудь опять турнир Давайте подождем Может кто-то опять себя правит, блеснет Тоже он будет на плакатах Я думал, Миша хочет сказать, давайте проведем Давайте проведем, а чего нет-то? Ну, приятно все-таки, что именно спортсмены Они становятся героями первых полос Или сюжетов на телевидении, где угодно Это здорово Мне кажется, Дзюба это очень медийный персонаж В плане, как он держится в кадре Как себя ведет И как бы к нему не относились там болельщики одного клуба Из которого он ушел из Спартака в Зенит Но если мы берем ситуацию в целом Круто, что такой футболист есть И нам таких медийных не хватает Валерий, это ответ на твой вопрос Захочешь постер какой-нибудь повесить на стену Суперец, в общем, смотри, дай умиляться, плакать А в детстве у тебя кто висел? Постер-то, скажи Бритни Спирс Ну, как несерьезно? Ну, нормально Я думал, мужик какой-нибудь красивый А, Таркан А Криштиану? Криштиану не висело Это уже у меня детство кончилось Когда Криштиану стал везде висеть Слушайте, я не правильно Что вы пристали ко мне? Что вы меня смущаете с моими плакатами? У меня вопрос есть У меня еще бэк У меня есть вопрос для Михаила Слушай, по поводу Турции 7 сентября Мы играем с Чехией 10 сентября С Турцией понятно все Я ни в коем случае не хочу обидеть прекрасный чешский народ Вот такой задачи нет абсолютно Тем более, они не заслужили Сборная Чехии Я про нее ни разу не слышал ничего У меня совсем все плохо А почему ты ничего не слышал? Ты когда за футболом начал следить Не хочешь задать вопрос? Потому что Чехия Ну, в последние годы, может быть, там 2-3 цикла У них не такая крутая сборная И для них попасть на Чемпионат мира и Чемпионат Европы Уже достижение Но лет 15-20 назад у них была хорошая крепкая сборная То есть для маленьких стран У них, как говорят, рождается поколение Да, хорошие перспективные игроки Которые поехали в Европу Да, было поколение Это вторая половина 90-х и первая половина 2000-х Ну, вот сейчас таких ярких звезд нет Ну, вот я хотел спросить, кстати Да, у них есть такие игроки Нет, ну, вот раньше, которые были там и коллеры Был российский и чех Который, по-моему, за сборную уже не играет Да, который еще играет в арсенале вратарь Но он уже ветеран, ему там много лет Вот тогда в сборной Чехии была хорошая И когда вот в 2004 году греки выиграли чемпионат Европы Мне в сборной Чехии нравилось Она играла здорово, но это не повезло ей Ну, можем ли мы твои слова расценивать как Ничто иное, что мы Чехию победим, конечно, безусловно Нет, почему? Мы же когда перед чемпионатом мира с кем не играли Мы многим проигрывали Да, 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 практически все Да, там, включая, по-моему, Катару мы же угорели Нет, уже забыл, да, уже не помню плохое То ли Катар, то ли Костарики мы угорели, я уж не помню По-моему, Катар мне сейчас Костарики проиграли Да, я уж вот боюсь сейчас ошибиться Извините меня заранее И нищие поддержки в наших глазах Ну, я думаю, ты мне хоть подаришь какую-то надежду Верни Сексивых Нет, не даришь Не так плохо, мне много лет исполнилось на этой неделе Да ты что, подожди, подожди, надо же было с этого начинать День рождения Мы сейчас сделаем небольшой перерыв А после чего поздравим имя Михаила? А после тоже Да, я хочу сказать, что сборная России тоже Несмотря на чемпионат мира Это не значит, что мы стали сразу Там уровни Испании, которые мы обыграли по пенальти Или Хорватии, с которой тоже до пенальти доигрались Нет Стабильность признак мастерства Один турнир, к которому готовились столько лет Ничего не показатель Поэтому говорят, что мы сейчас Турц обыграем, Чехию обыграем Я призываю относиться спокойно Это проверочные матчи Друзья, проверочные матчи Об этом сказал Михаил Зислис Мне кажется, прямо сейчас нужно прерваться Три минуточки или четыре и вернемся снова к вам Будьте здесь Самое сердце нас поразил сегодня наш гость Михаил Зислис Рассказал, что у него, оказывается, день рождения был аж в тот четверг А я-то думаю, мы же его ждали в гости на той неделе А он на той неделе, значит, поменялся Чтобы прийти на это и уже в новом статусе С вот этой вот жизненной мудростью в глазах Не побоюсь этих слов Ну, поздравляем с прошедшим Спасибо Самое интересное, что в эфире мы говорим, конечно, о спорте А за эфиром мы говорим, куда можно сходить и вкусно поесть Вкусно поесть, да Причем где красиво еще, не только вкусно, но и красиво И высоко Слушай, а надо такую программу тоже сделать Вот приходит человек, и мы часто разговариваем о том, где можно вкусно и красиво поесть Хорошо же? Будем говорить про спорт? Нет Нет А потом про спорт И по будильню По поводу вот чего хотелось спросить Андрей Тихонов тут же устроил разнос судим Я скажу сразу, я не видел ни хайлайтов, да, ни матч не смотрел Был занят немножко другим по работе И, ну, знаю, кто такой Андрей Тихонов, насколько уважаемая фигура Он открыли советов на поле всего Сколько лет он играл в «Спартаке», потом в «Крыльях Совета», там до 40 лет И один из самых уважаемых вообще персонажей в российском футболе Вне зависимости от клубных пристрастий Я думаю, что если он так сорвался, наверное, повод был Если работал судья Вилков, который лично мне не нравится Не знаю, за что ему дали судья FIFA, да, у него статус То, что сколько вот я слежу за футболом Я не могу сказать, что каждый матч отсматриваю, где там Вилков судят У меня почему-то он всегда запоминается плохой работой Какими-то пропущенными фолами Или наоборот, там, фиксирует то, чего не было И не знаю Причем этот у него уровень нестабильный Он держится уже годы, да Поэтому, не знаю, надо смотреть Потому что все равно Вот, представьте, сидит тренер на скамеечке Там что-то у других ворот происходит Конечно, он на эмоциях Ну, может, Андрей посмотрел видео сразу в раздевалке, как это бывает Вот, сразу смотрит, что произошло, было, не было Но, я думаю, что раз он так возмутился Значит, наверное, повод для возмущения был Ну, там вот как раз о Палахе идет речь Потому что, вот он сам Тихон говорит Что был момент, когда там двумя ногами практически Прыгнул на футболиста И была красная карточка Они дали даже желтой Ну, как бы, я считаю, за это надо куда-нибудь отправить Судить какую-нибудь магаданскую футбольную лигу Ну, однако уж нет А я вот Владу задавал этот вопрос И теперь, чем Михаил задавал Ну, более компетентный в этом вопросе, чем ты А если уже матч прошел То есть судейство состоялось Присудили тем победу А тем не победу Уже пересматривать никто не будет Даже если вся сеть возмутится Конечно, не будет Ну, бывают ситуации Был в свое время это в Еврокубках Играл Локомотив С Тиролем переигрывали матч Потому что судья там не тому вынес карточку В общем Ну, то есть это была проблема не Локомотива В данном случае арбитр Был матч Спартак-Сион Когда там ворота были ниже, чем надо Хотя Спартак выиграл Заставили переигрывать То есть Спартак не выиграл, по-моему, ничего сыграл Но прошел дальше, насколько я помню Нет, заставили переигрывать Спартак там Сион разорвал Вот Поэтому ситуации бывают Но если судья просто плохо сработал Там удалил Удалил Когда не надо было То максимум, что будет судья Какой-нибудь дадут Скажем так Не то, что дисклификацию Ну, отправит его судить, например, в ФНЛ Да А матч в Премьер-Лиге Он месяц не судит Или что-то еще Но не знаю, что нужно сделать Чтобы тебя вообще забанили И судил бы ты работал там дивизионным ниже Потому что были разные ситуации Эпизоды Отправляли арбитров Что вот все Премьер-Лигу не судишь Судишь в ФНЛ Но там через полгода Через год Кто-то через два возвращались Потому что нехватка кадров наверняка Слушай Вот нормальный человек В арбитры не пойдет Как бы у меня есть знакомый хоккейный Да, потому что Ну, есть ведь Разные анекдоты И истории Где там нецензурные слова Ну, представляешь, когда весь стадион тебе скандирует это слово Я думаю, что Ну, и футболистам тоже скандируют Если ты пенальти не забил Вот Но арбитр Это нервная стресса работа Вот, не знаю А я вспомнила, про какую анекдоту он говорит Нам надо уйти на перерыв Я тебе расскажу Как раз у меня Конечно, работа арбитра Ну, я им тоже где-то сочувствую Потому что Ну, раз они, да, выбрали Я бы там Не хотел бы никогда работать Футбольным арбитром Да Поэтому здесь Что говорить Давай прервемся Потому что подгоняют нас рекламу Прямо сейчас Три минуточки Мы снова в эфире, друзья Будьте здесь Страна ФМ и Спортэкспресс Представляют Стране о спорте Лайф И еще раз всем доброе утро Стране о спорте Лайф Влад Кутузов, Валерия Майорова Михаил Зислис И вот теперь я могу только, господа, смотреть вам в глаза Долго и протяжно Потому что все мои вопросы про спорт закончились Все, дожди Ну, ты же в автобусах разбираешься В автобусах разбираюсь Да Это у нас Ну, не то, что так Ну, я думаю, что скорее с юмором Да Хотя немножко с издевкой Называют наш чемпионат автобусной лиги Потому что Все ездят на автобусу? Нет Потому что все паркуют Автобус, никто не ездит И очень много матчей с небольшой результативностью 0-0, 1-0 Конечно, есть отдельные исключения Но в целом пока старт чемпионата достаточно унылый Особенно на фоне чемпионата мира Как все там было здорово и круто Но 2-го числа будет крутой матч Унылость может быть прервана Да, я надеюсь Хотя Вот Спартак в Санкт-Петербург Едет играть с Зенитом И последние годы он там Получал каждый раз Как говорится По самой не балуйся Пропускал там и 4, и 5 мячей И посмотрим, что сейчас придумает Каррера Но Я думаю, Зенит фаворит Начал здорово Только побеждает Спартак Ну, похуже выглядит Хотя объективно Это два главных претендента на чемпионство Потому что у Локомотива Будет лига чемпионов Им тяжело будет на два фронта играть Если только быстро вылетит Но я не знаю В Локомотив пока не так верю Как в Спартак и Зенит Поэтому это реально крутой матч И я буду с интересом его смотреть А болеть ты за кого? Ну, я Слушай, я разве из Санкт-Петербурга? Ну, я могу сказать, что, конечно, я могу болеть за ЦСКА и за Динамо Но я болею за Спартак Правильно, правильно В данном случае уж абсолютно точно Нет, я всегда за Спартак Но в данном случае тем более А я вам не рассказывала, да? Я была в единственной матч Как-то давно-давно была Я очень люблю эту историю рассказывать Простите, у меня, вы знаете, как баба Болера Вот эти истории из молодости Я пошла, там играли Зенит и Спартак И я сидела на нейтральных аренах Тут болельщики, тут болельщики И даже на нейтральных аренах Там, значит, инстинкт самосохранения Сказал мне, что нужно болеть за Спартак Потому что там у меня подружка пыталась болеть за Зенита Ей быстро объяснили, куда она сейчас пойдет И она сидела молча, а я кричала Спартак! У тебя бонусы прилетели потом? Нет, ну мне просто не прилетело И это уже было бонусом Я считаю так Спартак выиграл? Да Ну, ты видишь, ты правильно болел за нужную команду Все, молодец Слушай, Миш, я сейчас смотрел как раз на Спортэкспрессе на сайте И вижу, если я ничего не путаю Что как раз вот этот матч между Спартаком и Зенитом Должен был судить Вилков Но судя по тому, как он сработал Ну, теперь уже нет, понятно Ну, я сильно буду удивлен Если он будет назначен Вообще не понимаю этого арбитра Ничего личного нет Просто смотрю за его работой И каждый раз прихожу в недоумение Как так можно судить? Слушайте, а вы меня извините, пожалуйста Но у меня же медленно доходит Вы уже про что-то новое говорите А я все про то придумала вопрос И я его не могу не задать Редко же приходит в голову А вот по поводу автобусных вот этих вот матчей Да, автобусных Значит, когда мы играли с Испанией Я же там еще что-то в теме Я там разбираюсь Мы же тоже использовали оборонительную технику И, конечно, на нас там плевались Но мы же вот нормально сыграли же Ну, хорошо Но когда команда превосходит В чем вопрос, да? Когда превосходит тебя значительно классом То это нормальный ход Но у нас, когда играют команды Которые находятся в середине Внизу турнирной таблицы Где там нет такого различия в классе Они тоже играют не особо весело Хотя мне понравилось Вот Урал играет весело Мне нравится Потому что попадая на матчи Они там все-таки как-то в атаку И туда-сюда Это смотрится Потому что главное — это зрелище Это как в цирк Приходишь, смеешься, улыбаешься А когда смотришь на чемпионат То по большей части приходится грустить И обязательно брать пиво Потому что так смотреть на трезвую голову тяжело Мы за здоровый образ жизни Я что хотела еще сказать про автобусы И про цирк На самом деле Ты понимаешь, что зря это сделал, да? Осталось все время Автобусу будет 20 минут Вот я езжу на автобус Я считаю, что неправильное название Потому что автобус — это всегда цирк Это всегда весело Это ты пробиваешься вперед Ты работаешь локтями Нужна очень сильная физическая подготовка И если ты вдруг еще и место занял Что вообще победа Но я так не делаю, нет Я скромно стою А потом я нависаю над кем-нибудь И думаю, ну-ка уступи мне место И силой мысли гипнотизируй Сейчас Валерий просто молодец Очень эффектно и качественно заполнил эфирное пространство Большое тебе спасибо Не катайте с ней в одном автобусе Потому что вам ничего не светит хорошего Ничего Я вообще в автобусе, я страшна Не будьте Валерией Юрьевной майором Я такая одна Таких, как я, больше не надо Друзья, «Страна о спорте» продолжается Три минуточки Мы снова вернемся к вам в эфир Доброе утро еще раз Всем, кто слушает «Страна ФМ» Страна ФМ и «Спортэкспресс» представляют «Стране о спорте» Лайф О чем мы только не говорим Вне эфира Но вот в эфире мы говорим только о спорте И знаете, вот как-то так заявлено-то было сегодня Что будем говорить не только про футбол Но и про хоккей Но понеслось Вот о Кенфиеве, Дзюба Вот эти вот все дела Про хоккей Былков Прости господи Да Ну это, знаете, как бывает Разогрев Когда выступает Ну солидная группа приезжает Я помню, ходил на концерт в Юту Давным-давно И перед ним кто-то выступал Я не помню название Но у меня тоже самое Футбол, я уже и не помню Да, ничего Самое главное, что начинается хоккейный чемпионат КХЛ 11-й сезон Как раз 1-го сентября будет матч Между Барсом и ЦСКА Посмотрим, что будет интересного Вот Но Я думаю, что этот сезон интересен В первую очередь Тем, что Фавориты стали чуть послабее Ну кроме Казани, наверное, да Остальные не то, что подтянулись Но Уехал Ковальчук В НХЛ Воинов пока непонятно Куда и где будет Но в СКА его, скорее всего, не будет Ну это если он в Северной Америке Все-таки продолжит карьеру То есть Тренер новый пришел в СКА Знарок пока без работы Но очень хочет вернуться Вот С СКА там что-то не срослось Могут быть какие-то другие варианты В общем С точки зрения интриги Ну понятно все равно, что СКА, ЦСКА К Барсу они так остаются фаворитами Но не такими безоговорочными У нас в Омск Пришел туда тренер канадский Боб Хартли известный К сожалению, вы, наверное, историю-то слышали Что там у них дворец фактически поплыл Будут играть они в Балашихе вместо Омска О, слушай, расскажи Вот это новое Нет, но сезон Ну как минимум сезон они будут играть здесь Дело в том, что у них проблемы с ареной Которую построили только в 2007 году И там все плохо Потому что она на берегу Иртыша Как раз на том, где надо было строить С учетом всех особенностей природы Которые не ушли здесь Ну, естественно, там Ну, уже не скрывать, что Там первоначальный проект Под который давал деньги Абрамович Он, когда приехал на открытие дворца Он так удивился Что он чуть-чуть пониже Там как-то отличается от первоначального проекта Хотя вроде был австрийский Но австрийцы начали строить Заканчивали там уже какие-то места В общем, длинная история Факт таков, что он в аварийном состоянии Играть нельзя Больше играть в Омске негде Вот Поэтому они пока переехали в Балашику Слушайте, такая трагикомичная история Ну, именно так Потому что Омск, к сожалению Один из самых депрессивных городов В том плане Из больших городов крупных И тут болельщиков постигло такое несчастье И они будут, не знаю, смотреть по телевизору Да, много выходцев из Омска Живет в Москве Подмосковью Они, конечно, будут ездить Но, конечно, это все не то Ситуация парадоксальная Я не готов сказать, что такого никогда не было Потому что в Национальной баскетбольной ассоциации Был такой момент Когда там у Кутураган И в Нью-Орлеане там, по-моему, тоже арену повредило И команда ехала в Оклахому на два года Потом она вернулась По-моему, на два года или на полтора Не помню уже сейчас точно Вернулась Но в Оклахоме тоже команда появилась Это когда Орлеан затопил, увидим Да, там было наводнение, ураган и так далее Слушайте, а можно мне лирическое отступление про Омск? Ну, прям быстренько Ну, попробуй А вот сейчас Омск-то опять он в топах Вот все эти мемасики и так далее и тому подобное Потому что какой-то пользователь выложил в сеть фотографии Там детская площадка, все нарядненько, каруселька, качелька И колючей проволокой, да? И колючей проволокой обмотанной Когда спросили, а, собственно, для чего? Ну, чтобы дети не могли выйти Они говорят, нет, чтобы другие посторонние не могли на детскую площадку войти Вот, ну, естественно, интерпретация всякая разная Вплоть до того, что детей готовят с малых лет Вот, это было все лирическое отступление Нет, ну, это частный детский сад И, конечно, вообще все эти приколы с Омском Они смотрятся забавно, да? Вот почему-то я часто встречаю Ну, не только с детским садом связано Там же целая здоровая история Как там начали строить метро В итоге, конечно, его нигде не построили В общем, очень смешно А с другой стороны, грустно Вот, а что касается чемпионата Не знаю, я всегда люблю смотреть Первый месяц Всегда крутой В отличие от футбола Где там говорят, ой, еще не в форме Там мы играем Ну, главное не пропустить В хоккей повеселее Потому что еще есть у всех силы Мотивация Еще ничего не проиграно Начало сезона, все бегут Все будет очень круто, интересно Много перемен, перестановок Уже есть, еще может быть Я не знаю На мой взгляд, один из самых интересных Ну, по ожиданиям турниров За последние годы И я жду с нетерпением И призываю всех Смотреть, ходить Тем более комфортно Сейчас в Москве Команды играют в современных дворцах Динамо на мегаспорте А с января Поговаривали там С февраля на новую арену Переют в Петровском парке Спартак и ЦСКА играют вместе Там тоже был большой скандал Как так Играют на одной арене Да, два врага Тем более арену переименовали Сейчас она называется Арена ЦСКА Ну, суть не в этом Суть в том, что приятно Прийти посмотреть Покушать Жаль, только пиво не продают В отличие от Северной Америки И некоторых городов Да, где Это в порядке вещей Слушай, а собирались же Пересмотреть закон, по-моему Ну вот собирались Это все, я думаю, исходит от Силовиков Которым Всегда боятся Что тут что-то произойдет Хотя, сколько вот Чемпионат мира был Ну, проблем никаких не было Ну, а потом все-таки Хоккейная публика Она более Спокойная, нежели футбольная Ну, я тебе могу сказать Что, во-первых, под крышу Ты приходишь после работы Потому что в основном Футбольные матчи Они проходят на выходных А хоккейные Они проходят Всю неделю Ты приходишь Там что-нибудь покушал Пивка выпил Посмотрел Уже хорошо Даже не важно, как Слушай, мне кажется Это прекрасно Что сегодняшний Спортивный, кстати говоря Эфир мы заканчиваем На пенном напитке И едем А еще вторник И все это утром Во вторник утром, да Миш, большое тебе спасибо За то, что пришел У нас в гостях Был корреспондент Издательского дома Спортэкспресс Михаил Зислис Ну и мы тоже были вместе с вами Здесь, Валерия Майорова И, конечно же, Влад Кутузов Завтра в 7 утра Мы здесь, как штык Хорошего настроения Встречайте Лизу Калинину И Романа Шахова Уж они-то тоже Ну, прям не больше нас Ну, как мы и будем Все, заканчиваю Пока Всем счастливо